Всем привет! Меня зовут Антон Носов и это программа на спорте. Мы продолжаем формат истории. Сегодня хочется вас познакомить с действующим игроком и тренером баскетбольного клуба Обнинск Виктором Дементьевым. Буду задавать ему каверзные вопросы и надеюсь получу интересные истории из его жизни. Погнали! Как дела для начала? Сейчас у тебя скоро сентябрь, наверное, может быть учебный год. И новый набор ребят будет? Ну, у вас особо такого ничего нет. Постоянный текущий процесс. Мы на лето не уходили на каникулы, потому что, во-первых, мы на самообеспечении. Во-вторых, есть опыт такой, что если с детьми на лето прекращаешь заниматься, если это не спортшкола, то осенью можно не досчитаться по осени. Цыплят. Поэтому мы стараемся делать дежурные группы и заниматься все лето. По поводу... И на сборы в этом году очередной раз ездили в Туапсе, 30 человек возили. И поэтому все своим чередом идет. По поводу новичков, да, мы каждый год набираем, добираем. Где-то в какие-то группы идет добор, то есть, которой группа уже не первый год занимается. В младшую группу, естественно, берем всех подряд. По поводу команды МЛБЛ. Будет, естественно, в этом году команда МЛБЛ. Она, опять же, там наполовину будет из воспитанников. Это шестой-седьмой год. Третий-четвертый, они все разъехались. У нас есть такая проблема, что у нас в Обнинске большинство выпускников уезжают из Обнинска, и остаются считанные единицы. Поэтому фактически мы выпускниками, которые там окрепли, как физически, так и опыта набрались, они разъезжаются, играют где-то, но не у нас. Есть такой минус у Обнинска. Поэтому мы каждый год играют, это какие-то мужики такой костяк, и молодежь там 16-15 в этом году будет лет играть. Это то есть вектор, который был и в том сезоне, молодежь, и потихонечку подпускаете, который остается, ну, и несколько крепких парней, которые давно играли. Да, единственное, что крепких парней в этом году будет еще меньше, они постепенно расходятся. Ну, кто-то не хочет со школьниками играть, то есть это довольно не всегда легкая история играть со школьниками. То есть когда ты играешь с опытными партнерами, то это, конечно, естественно, легче, чем школьников тащить. Кто-то хочет еще и результата. А здесь не факт, что результат на первом месте, хотя все равно не было. Хотя мы за последние три года, мы были третьими, мы были первыми чемпионами, поэтому как бы сложно сказать, что результата не было. Я считаю, что он был. А если говорить о тебе, вот все-таки у нас такой формат историй, вообще, в принципе, у тебя баскетбольная жизнь, она интересная, или она вот тоже рабочие моменты, тренировки, игры, вот так, или есть что вспомнить, и когда вообще готовился, тяжело было какие-то истории, тем более еще и в формате подобрать. Ну, если брать, у меня истории как бы из своей спортивной жизни, и уже из спортивной жизни тренера. Сейчас, наверное, больше, конечно, вторых историй. Какие-то есть совсем коротенькие, и прям, ну там, не знаю, насколько они будут интересны. Какие-то, естественно, подлиннее, повеселее. Все студенческие и мои личные истории, ну, они, наверное, не всегда в формате ТВ бывают. Понятно, что когда мужики или студенты ездят, такое не расскажешь все. Ну, конечно, хватает историй. Думал, я старался как тренер, так как ты мне сказал, что это будет за формат, наверное, подобрать немножко таких и немножко таких, как игрока и как тренера. Потому что в данный момент у меня, наверное, больше тренерских историй. Ну, надеюсь, что сегодня будет что-то смешное, что-то интересное. Ну, и чуть-чуть больше узнаем про Виктора Дементьева, с которым мы периодически общаемся. Но хочется посмотреть на тебя с другой стороны. Первый вопрос, он связан с сезоном МЛБЛ того года, сезон 22-23. Вы играли за третье место, правильно, с командой из Малорославца. Да. Давай вспомним второй матч. И сколько же очков набрал Виктор Дементьев в этой игре? У нас четыре варианта. А-17, Б-18, В-20 и Г-21 очко. Ну, наверное, 21. Все остальное очень мало. Я обычно больше набираю. Вот это вот так тут решили. Ну, типа того, да. Вот, конечно, и на старуху бывает проруха. Ну, 21, конечно. Ну, тут барабанные дроги. И вот все-таки почему-то сразу с первым вопросом всегда справляются. Ну, и да, для тебя все-таки тоже важно набирать как можно больше очков. Ну, и на свою результативность тоже влияет. Я понимаю, что нужно, чтобы парни росли, но и хочется самому все-таки забивать. Ну, так получается, да, по игре. А может, я просто где-то в голове отложился. Я, в общем, неплохо помню статистику и соперников, и свою. И когда с ребятами часто разговариваю, с молодыми, я говорю, вот мы играем там, условно, с этажами или с МГТУ. Я говорю, скажите мне, кто из них самый результативный игрок, у кого больше всех подборов, и у кого какие сильные стороны. Вот как вы к игре готовитесь? А в ответ тишина. Я говорю, так нельзя играть, да. Я понимаю, что мы не профессиональный клуб, это там в профессионалах есть плейбук, полностью разбирают игрока. Как недавно я Моню по телевизору слушал, он говорит, нам в НБА раздавали плейбук, и там написаны сильные и слабые стороны. Моня говорит, мне, говорит, достался плейбук Коби Брайанта держать. А там просто написана одна строчка. Умеет все. Без разбора вообще чего-либо. Вот, поэтому, как бы, статистика у меня в голове довольно неплохо откладывается. По игрокам особенно часто лет прошло, а если брать сезон, я ее постоянно просматриваю и слежу, кто, сколько, как, какие сильные и слабые стороны и так далее. Ну, получается, значит, ты сегодня будешь на все отвечать правильно. Давай тогда переходим ко второму вопросу. Матч «Звезд» 2017-2018. Он проходил в Облинске. Здесь вопрос, можно сказать, связан с Игорем Клочевым. Потому что я посмотрел, он статистику вел. Вот такой у меня вопрос. А там не было статистики? Там он еще дописывал свои впечатления про отдельных игроков. У тебя была серия из точных дальних бросков подряд. Вот, как отметил Игорь Клочев, да, для зрителей в соцсетях или по телевидению, точные дальние броски, я правильно понимаю, это трехочковые броски издалека. Так вот, сколько подряд, какая у тебя была серия из трехочковых бросков? А. Два точных броска подряд, Б. Три, В. Четыре и Г. Пять. Вот, если бы были не подряд цифры, а было бы шесть, ну, либо четыре, либо пять точно. Пять, наверное, блин, ну, четыре точно было. Подряд, я просто так думаю, подряд сразу так забросил четыре трешки. Да, было, было такое. Я в этой игре 38 очков набрал, по-моему, или 39, 38. Ну, давай четыре осталось. Пять, наверное, перебор, хотя я мог. У тебя очень хорошо с статистикой, правильно, четыре подряд, ну, это круто. Наверное, я не знаю, как для прям профессиональных игроков, но... Да нет, ну, это вообще как бы нормально. Ну, поперло, как бы, играли при своих зрителях. Первый, наверное, такой прям серьезный матч звезд был, был с ведущим, с хорошим. И вообще конкурсы, и какие-то там призы, и розыгрыш был, насколько я помню, мяча с автографом Кириленко у нас на матче. Поэтому, ну, просто пошло, как бы, и... А сейчас традиция, я просто, ну, не всегда удается последить. Матч звезд, он продолжается каждый год, или сейчас как-то нет этого антуража, может быть, и просто времени, чтобы это все организовать? Я понимаю, что, скорее всего, там, большая часть этой организации, наверное, на твои плечи тогда ложилась. Ну, я как бы придерживаюсь такого мнения, что либо не проводить, либо проводить хорошо. То есть вот тот матч звезд был классный, был здоровский матч звезд в Воротынске. В МГТУ не очень получилось, он, по-моему, был первый. Да, и тут хочется сделать и логотип классный, чтобы это было в традициях, вот как логотип американцы делают, да, и чтобы это было все организовано хорошо. Потому что, естественно, мы где-то ближе к середине сезона команды спрашиваем, хотите вы матч звезд или нет? То есть если на это есть какие-то деньги, где-то мы от каких-то партнеров или команды готовы чуть еще подскинуться, да, мы это проводим. Но лига с каждым годом, к сожалению, уменьшается. Очень, я говорю, как сказал, очень много из Обнинской ребят уезжают, учиться по разным городам, да и из Калуги тоже, по-моему, уезжают. Поэтому если набирать звезд, мне кажется, там треть опять будут все те же самые лица. Хочется как бы молодежь, но обновления прям такого суперского за эти несколько лет нет. Прямо если бы это было, раз, там, вот, старых вообще никого. А сейчас начнут выбирать, это опять там Артемов, Дементьев. Ну, я понимаю, что... Ну, то есть все те же фамилии, которые уже давно на слуху. Ну, появится Бабинцев, появится, естественно, Королев, появится, ну, может быть, еще кто-то из Широков, там, условно говоря. Ну, а так, наверное... Ну, на две команды, да, то есть чтобы это было интересно? На две команды получится, мне кажется, 60-70% те же люди. Не знаю, насколько это интересно. Ну, ладно, надеемся, что... Я еще вспомнил, как иногда в социальных сетях пишут в комментариях, если еще руководство не разворует все деньги, вот, то, возможно, и будет матч-везд. Ну, если в новом сезоне получится, то же не плохо. Мы вас обязательно пригласим. Отлично, я только за. Идем к третьему вопросу. Давай так, получается, в МЛБЛ, это турнир, который Межрегионально-Лебединская баскебетонная лига, первые и иногда бывают вторые места. По итогам регулярного сезона и плей-офф, дальше могут выходить на турниры соревнования ЦФО. И последний раз твоя команда, Дюбака-Обницк, выступала в сезоне 21-22. Команда дошла до стадии 1-8 финала и сыграла с соперниками из Твери. И так, вопрос. Сколько очков за 4 четверти набрал ваш соперник? А. 64, Б. 74, В. 84 и Г. 94. Ну, 74, наверное. 94 совсем перебор. Ну, наверное, 74. А помнишь, сколько вы набрали? Ну, 6, ну, мы мало набрали. Мне кажется, матчков 15-20 проиграли. Ну, не помню. Я так не запоминаю. Счет в матче 84-72 в пользу Твери. Ого! Даже всего 12 разницы. Ну, мы классные. Вот, видишь, значит, неплохо играли. Я даже пришлось искать на одной из площадок, где видео у нас показывается. И вот я прям перематывал до конца. Потому что, ну, статистику надо очень... Ну, вот я как-то искал, в итоге посмотрел, нашел видео. В итоге 84. Ну, наконец-то мы дождались от тебя какую-то историю интересную. Ну, давай какую-нибудь историю сейчас подумаем. Так, ну вот... Не знаю, давай начнем с тренерских. Такая поучительная, наверное, в плане... Очень часто бывает такое, что когда я езжу с детьми, у меня есть друзья какие-то баскетбольные, не только баскетбольные, которые своих детей отдали к нам. И они уже ездят со мной, как с тренером. И я иногда от них слышу такое. Блин, тут иногда в поезде с двумя-то замучаешься, а вы там едете, у вас 30 человек. Вот. Ну, и вот история, наверное, про дисциплину, про то, как важно держать команду в дисциплине, чтобы они знали правила. Нормы, как, что, когда начинает того, когда мы едим, когда мы ходим в туалет, что нужно в поезде прибираться, что все у нас четко по часам. Ну, такая история, естественно, без имен, без фамилий. Вот парень один... То есть у нас был четко график приема пищи, так как ребята в поезде что едят? Ответь мне. Ну, наверное, дошираки. Дошираки, совершенно нет, дошираки. А так как ребятам было тогда лет по 9, это мы 2 года назад ездили в Туапсе, у них был, как бы я им сказал, что прием пищи, обед будет в час. И сел спокойно в купе смотреть какой-то там фильм в наушниках. Вот. Ну, они там снуют, что своими делами какими-то занимаются. И вот я в какой-то момент слышу просто дикий вопль, выскакиваю в проход. Стоит один из моих воспитанников. Я понимаю, потому что он скидывает там лапшу с колен там, со штанов, что его обварили. Вот. Ну, и как бы я его, естественно, бросаю тут же на кушетку на эту, в поезде, на кровать. Стягиваю штаны, тут же отправляю двух ребят, капитана команды и сокапитана, тут же кидаю им полотенце. Бегите, мочите, потому что, ну, в поезде же ты его под кран не подсунешь никак. Они мочат и прибегают, приносят. То есть тут, как у тренера, срабатывает вообще, отключаются вообще какие-то эмоции, страх. Ты не можешь там кудахтать, как курица. Типа, а что случилось? У тебя сразу все четко. И когда у тебя команда понимает, что ты отдаешь четкие указания, и их нужно выполнять, вот как на площадке, как в таймауте, да, чем четче у тебя ребята понимают тренера, то есть мне не приходилось им несколько раз повторять, что делать, куда бежать. То есть они четко выполнили, намочили полотенце, половину отнесли к проводнику, бегали по коридору, мне носили эти холодные полотенца. Естественно, у меня там аптечка, я тут же достал пантенол, все смазал, наложил, все это, посадил сразу парня, включил ему ноутбук, какую-то там русалочку с Лонгой или Шрека, там у меня какой-то есть набор детских фильмов для поездки. В общем, как бы он успокоился. Приехали мы в лагерь, ну довольно приличный ожог был, не сильный, все-таки там не кипяток, там градусов 70-80, но так был ожог на ногах, чуть на плече. Приехали мы его сдали в больничку в лагере, там, и нам сказали, кто оказывал медицинскую помощь, я говорю, я. Они говорят, очень хорошо оказывалось, все качественно, я говорю, ну и ребята тоже. Ну, то есть это как бы такая история о том, что у тебя команда должна, ну, во-первых, быть дисциплинированной, во-вторых, четко понимать тренера, и даже в таких местах, не в игровых, они должны понимать, что мы одна команда, и четко выполнять указания тренера. Ну, а родители, чтобы не боялись с нами отправлять, видите, мы с какой ситуацией справились. Такая история реклама, что с Виктором Девентьевым можно куда угодно, он выручит и спасет. Круто, хорошо, засчитываем. И переходим к четвертому вопросу. Я его назвал фото-вопрос. Я у тебя на страничке в социальных сетях смотрел фотографии, вот, я тебе сейчас покажу фотографию, и после этого задам вопрос. Кстати, в комментариях был, ты там, у тебя кто-то спросил, где ты играл, и ты сказал, что мне еще тогда было 26 лет. Ну, давай посмотрим, вспомнил вот эту фотографию. Так, ну, конечно. И я закрыл твой номер. 19. Отлично, но вопрос будет, какой номер у твоего соперника на майках и шортах? Номер. Единица, В5, В10 и Г23. Ну, 23. Это очень как-то банально, хотя очень многие выбирают. Ну, вот я сейчас вспоминаю фотографию, вот так вот фотографию все-таки. Я бы не вспомнил, честно. Мне кажется, вот номер... Пять. Пять. Ну, почему-то так. Ну, и что? Пять. Видишь как, ну, я на самом деле... Прямо и фотографическая память... Очень хорошая, с института. А почему 19 номер у тебя? А, 19 номер, потому что это год 2006, наверное, я пришел вот после окончания института в команду IT Москва. Это была команда, которая только образовалась. У них был спонсор, там за нас все платили. То есть на тот момент это было, ну, наверное, в диковинку, мне кажется, для любительского спорта. Мы там, по-моему, вообще ничего не платили. Вот. Ни за зал, ни за форму, ни за тренера, вообще ничего. И там практически все первые года играли ребята, которые были связаны с IT-технологиями. Поэтому называется IT Москва. А главным спонсором у нас была информзащита, такая компания, которая занималась какими-то банковскими штуками, связанными с IT. Вот. И номер 13 был кем-то занят, уж не помню кем. Я не знаю, почему он был 19. У меня был за всю жизнь там 13-19. Вот. И все. И 7. Прошлый год был. А 13 почему? Тоже вот решил? Нет, 13, потому что, когда я начал заниматься баскетболом, у меня появился вот друг, точнее, с него-то баскетболом увлечение, наверное, и началось. Парнишка Кукао Джамал, он из Грузии приехал, когда война началась там вот с Абхазии. И он приехал, и у него был номер 13. И он мне подарил какую-то там майку, и я как-то с этого момента номер 13 и всегда взял. И я не верю в приметы и суеверия, потому что этот номер считается 13, мне вроде как не счастливый, я как бы наоборот, типа, вот. Я просто сейчас вспомнил про форму. И поэтому, когда все в клубе берут номер 13, я говорю, не опозорьте. Я вспомнил, я просто просил форму, и в итоге так получилось у одного из, кто сейчас играет за ветеранов игроков, Сергея Мяздрикова. Я говорю, можно какую-нибудь форму там на память просто? И в итоге он мне дает форму, я не знаю, что это за размер. Мы можем просто показать фото Сереже, а потом просто он мне скидывает форму. И я так думаю, ну дай-ка для интереса просто хотя бы примерю. И просто я понял, что у меня шорты вот так, вот так. А это форма какого команды? Я честно не совру, белая форма полностью, вот он мне дал такую форму. Я такой, я ее где-то там сложил, и я понял то, что даже, ну, может быть, как ночнушка или укрыться. Видимо, Сереге кто-то подарил, он решил тебе отдачь. Когда было холодно. Ну, у нас остается пятый вопрос, и мне кажется... Еще один, вот пятый вопрос. А потом будут истории, да? Ну, я, если вдруг и тут ответишь, все-таки попрошу одну. Ну, и мне кажется, наверное, будет честно. Хоть и хотелось бы от тебя узнать больше, но если ты отвечаешь правильно, значит, в следующий раз нужно еще раз приезжать, подготавливаться намного сильнее, а ты будешь еще с теми же историями. Пятый вопрос. Ну, мне кажется, он такой очень легкий. Я уже... Это уже было условно в 5 утра, когда я думал, что же такое? Я думал, что же такое простое? Спросить, потому что на 4 он точно не ответит. А здесь просто. Группа Дюбака Обнинск. У тебя есть в социальных сетях, и у нее есть слоган у группы. То есть он в группе прописан. Не знаю, ты это писал или кто-то еще. Но если ты, то это вообще будет очень просто. Четыре варианта ответов. Ну, я даже тебе могу сказать, что там подписчиков в группе на сегодняшний день 1161 человек. Поэтому, ну, наверное, там написано... Там два варианта могло быть. Дюбака Обнинск каждый день лучше, но это не тот вариант. Это мы как бы хотим так сделать. Вот здесь баннеры по весе Дюбака Обнинск. Каждый день лучше. А там, наверное, написано вариант Б. Ну, В, он как бы... Мы будущий Обнинск. Что-то такое. Дюбака Обнинск, мы будущий Обнинск. Ну, да, я понял, что... Тебя надо брать тем-то другим. А почему мы будущий Обнинск? Потому что эти ребята должны в дальнейшем... Хоть, как ты сказал, большинство уезжают, все равно какой-то костяк когда-то должен остаться и выстрелить. Ну, должен, но, я говорю, очень мало остается. То есть, как бы, я часто слышу от наших ветеранов, ой, ну где ваши воспитанники, я... Вот, разъехались, ты там их затюкал. Ну, разные версии я слышу. Но я же не могу ребятам запретить ехать в Питер, например, Ростов, Москву учиться, это их выбор. И я очень рад, что кто-то из них там играет, продолжает. Я вижу, да, они где-то на соревнованиях даже между собой встречаются. Вот. А те, кто остаются, тоже не всегда, на самом деле, легко оставить. Вот если взять нынешних ветеранов, сколько ребят занималось, а реально там на виду сейчас из тех того поколения, можно назвать там Журавлёва, Мяздрикова, Ходоковского. И всё, ну там я там, да, ну всё. А бы занималось-то их десятки. Куда все делись? Точно так же сохранить их очень сложно. Ребята уходят в армию, возвращаются после армии, уже ничего не хочется, им хочется начать работать, купить машинку, сводить, сходить с девушкой в кино. Им, конечно, всё объясняют, что это никуда не денется. Ни работа, ни девушки, ни какие-то другие увлечения, что мужик должен приходить заниматься спортом, получать разрядку, получать нужные гормоны, эндорфинчики, адреналинчики и прочее. Ну, не всегда это получают, честно скажу. Ну, надеемся. Да и я думаю, если всё-таки кто-то из парней выстрелит, кого-то заметит, и он доберётся до какого-нибудь там дивизиона, это тоже будет круто. Если интересно, вот сейчас очень большая ставка мной лично сделана на возраст 11-12 года. То есть это совершенно... То есть такого... Я могу точно сказать, что на такой уровень соревнований, наверное, ездили единицы. А если брать два года, то... Ну, не было, наверное, в Калужской области, да простят меня, дорогие тренеры, чтобы в таком количестве именно ездили не на школьные соревнования, типа там КС Баскета, Лока Лига. А вот мы ездим на Быстрый Прорыв, Сейнт Баскетбол. Мы играем с командами, которые будут играть на России. То есть это Василий Островский, Тринт, Этимирязевская, ЦСКА. Это вроде как лучшая, да, как школа, которая в России. Плюс приезжают там и всяких там Мурмансков, и других городов. Понятно, что мы там получаем на Орехи, но если два года назад мы там получали по 60 очков, то в прошлом году уже там мы и 20 получали, а с какими-то командами цеплялись. То есть большая ставка на них сделана, именно на этот возраст. То есть другой подход. Вот и количество тренировок, и с кем-то я занимаюсь индивидуально. И турниры. Хорошо, что у нас сложилась такая группа родителей, которая нас когда-то вот с Кириллом Игоревичем Триндафиром поддержала. И активно вкладываются... То есть они с пониманием вносит, что это перспектива для их детей. Да, да, да. И у нас вот ребята, там мой сын, еще один мальчик Слава Майлян, они уже ездят, Стадник Егор, Фейсиков 2014 года, они уже их показывают в ЦСКА, они где-то с ними ездят на сборы, где-то уже за какие-то игры за них сыграли. Прошлый сезон четыре наших воспитанника, еще Захар Полякин, отыграли за Академию Федорченкова. Это лучший тренер детский 2023 года, официальный РФБ признан. У него есть, кроме того, что он тренер в ЦСКА по двум возрастам, 7-11 год, у него есть своя Академия, он по Москве развивает. Такой больше полулюбительский, полуспорт, полуфан. Ну, у него вот в разных лигах играют. Они сейчас заявились на чемпионат области московской. И в прошлом году, по сути, команду 12-го года тащили наши четверо ребят. То есть мы дошли до полуфинала, проиграли в серии из двух игр. Химка, Мор, Химка, там по 60 очков. Но мы пока, то есть нашими ребятами заинтересовались. И, в общем, в перспективе есть ребята, которые могут быть на уровне Москвы и России, там, интересные. Ну, пожелаем, опять же, им успехов. Практически на все ответил. А давай от тебя... Веселую историю. В конце веселую историю. Что-то, может быть, из твоей... Давай про Серегу Мязрикова и меня, и клуб. Все вместе. Такой комбо взрослые. Там же будет и про детей, и Серега Мязриков, который. Ему будет приятно. Тем более он тебе форум подарил. Ездили мы как-то на ЦФО. Уж не помню, какой это город был. Может, ребят подскажут, какой-то Новомосковск. Я на Гинск, по-моему, на Гинск мы ездили. Тоже лет шесть назад. То есть клуб уже был, но он только вот... То есть до этого это была секция в школе, в 12-е. Потом я зарегистрировал именно как клуб. Но он еще был там, было там, не знаю, 20-30 детей. Там, типа, и все это было, все на коленке. Пока это все было вот в стадии развития. У нас не хватало инвентаря. Инвентарь, он всегда нужен. Но тогда было еще прям совсем как бы плохо все. И я помню, мы сидели после игр вечером в парке с ребятами, пили чай. И какой-то разговор... Там был фонтан. В фонтане была воды, ну, наверное, может быть, по колено. Ну, ночь там, в 12 часов темно. И что-то пошел разговор по поводу того, кто искупается в фонтане. Ну, естественно, все как бы, ну, какой дурак будет купаться в фонтане. Я говорю, парни, я могу искупаться в фонтане, если тот, кто купит, то ли это было спор на два мяча спелдинг, то ли это было спор на 5 или 6 тысяч рублей, которые были в эквиваленте... Ну, то есть все на инвентарь бы пошло. Типа да, да. Ну, не типа, так и пошло. Я говорю, я готов. Ну, и Серега Мязриков вписался и говорит, давай. И я помню вот этот вот бортик, он такой продолговатый фонтан. Я прям прыгнул туда, я прям плыл в этом, там, воды. Отрабатывал. Есть видео, я могу его потом прислать. Отлично, как раз посмотрите. Я поищу, есть видео. Там крики, там что-то, кто-то кричит, олимпиада, заплыв, и там ночь, и я в этом грибу, потом встаю. И Серега Мязриков потом то ли купил два мяча, то ли перечислил деньги. Я купил на эти деньги два мяча, и они пошли в клуб ребятам заниматься. То есть вот изначально в клубе добывался. Вот так, всеми способами, да. И это показатель, насколько тебе важен этот клуб. Тогда-то тем более. Сейчас, я уверен, ничуть не меньше. Вить, спасибо огромное. Это уже наша вторая история. И, к сожалению, тут мне казалось, что я реально буду хорошо готов. Но нет, будем дальше стараться развиваться, и приедем через какое-то время еще раз. Я понял, что про тебя, статистику, вопросов не нужно. Будем спрашивать у вас других людей, будем что-то придумать. Ну и спасибо огромное за очередную встречу. Как совет, нужно у ветеранов обминского баскетбола спросить что-то, что они скажут, задать вопрос. Они наверняка что-то могут каверзное предложить, скажем так. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. 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 Продолжение следует...